Что такое почва? Узнаем, что такое почва, какое у нее главное свойство. Будем учиться выдвигать гипотезы и доказывать их, исследовать почву с помощью опытов, моделировать связи почвы и растений. Вспомни свою работу в огороде, саду или на школьном участке. Какая там почва, какого цвета, сухая или влажная, плотная или рыхлая. Рассмотри рисунок, подумай, что такое почва, какое значение она имеет для растений и животных, какие животные живут в почве. Почва – это верхний плодородный слой земли. Плодородие – главное свойство почвы. Почему же почва плодородна? Выскажи гипотезу и обоснуй ее. Для проверки гипотезы потребуется исследование почвы. Предположим, что в почве содержится то, что необходимо растениям для жизни. Чтобы узнать, так ли это, изучим состав почвы. Практическая работа. Определить цель каждого опыта. Опиши его ход. Сформулирую вывод. Опыт первый. Бросим комочек сухой почвы в воду. Увидим, что из почвы выходят пузырьки воздуха. Значит, в почве есть воздух. Опыт второй. Немного свежей почвы нагреем на огне. Над почвой подержим холодное стекло. Вскоре стекло станет влажным. Этот опыт показывает, что в почве есть вода. Опыт третий. Будем продолжать нагревать почву. Вскоре мы увидим дым. Почувствуем неприятный запах. Это сгорает перегной почвы, который образовался из остатков растений и животных. Перегной придает почве темный цвет. Опыт четвертый. Прокаленную почву, в которой есть перегной, уже сгорел. Она серого цвета. Насыплем в стакан с водой и размешаем. Через некоторое время на дно стакана осядет песок, а поверх песка глина. Опыт пятый. Профильтруем воду, в которой долго находилась почва. Несколько капель поместим на стекло. Подержим его над огнем. Вода быстро испарится, а на стекле останется белый налет. Это минеральные соли. Значит, в почве содержатся минеральные соли, которые растворяются в воде. Итак, в состав почвы входят воздух, вода, перегной, песок, глина, минеральные соли. Корни растений дышат воздухом, который содержится в почве. Они всасывают из почвы воду. Вместе с водой растения всасывают растворенные минеральные соли. Соли – это питательные вещества, без которых растения не могут жить. Мы видели, что солей в почве мало. Растения могли бы быстро их израсходовать. Но этого не происходит. Запас солей в почве постоянно пополняется. Как? Благодаря перегною. Перегной под действием бактерий, которые живут в почве, медленно, постепенно превращается в соли. Чем больше в почве перегноя, тем она плодороднее. Животные, обитающие в почве, делают в ней ходы, куда легко проникает вода и воздух. Перемешивают почву, измельчают остатки растений. Так животные повышают плодородие почвы. Науку о почвах почвоведения создал замечательный русский ученый Василий Васильевич Докучаев. Года жизни 1846-1903 годы. Он называл почву кормилицей человека и считал, что она для нас дороже нефти, угля, золота. Докучаев учил, как правильно обрабатывать почву, чтобы получать хороший урожай, как охранять ее от разрушения. Например, он предупреждал, что нельзя возделывать на одном и том же месте из года в год одни и те же культурные растения. Нужна смена растений, иначе почва истощается. Нельзя хищнически вырубать леса. Из-за этого мелеют и высыхают реки. Остаются без влаги целые районы. Нельзя распахивать почву на больших пространствах, потому что от этого бывают пыльные бури, смыв почвы, образование оврагов. Исследования Докучаева имеют огромное значение для сельского хозяйства и охраны природы. Почва – это верхний плодородный слой земли. Чем больше в почве перегноя, тем она плодороднее. Животные, которые обитают в почве, повышают ее плодородие.